Добрый день! Меня зовут Маня Бакер. Я волшебный помощник школы великих книг. Я профессионально читаю и разбираю смыслы из великих книг. Вы можете наблюдать их на моей книжной полке. Сегодня я бы хотела разобрать такой инструмент из книги Эрика Берна «Люди, которые играют в игры», который называется «Упорядочивание времени». Берн говорит о том, что нам выдан лимит времени от рождения до смерти, и все это время нам нужно каким-то образом структурировать. Иначе нам становится скучно и возникает так называемый структурный голод. Берн называет это структурным голодом. И когда у нас возникает этот голод, нам становится тревожно, нам становится не по себе. Мы хотим сразу что-то делать. Представьте себе, если вы, например, договорились с кем-то о встрече, а человек вам за пять минут до встречи позвонил и говорит, «Я не приеду». Что вы будете делать? Вот мне, например, в голову сразу начинают заплывать различного рода мысли. Может быть, почитать, а может быть, сходить в кино, а может быть, пойти на спорт. «О, я же давно хотела сходить в бассейн». То есть у меня начинаются различные идеи, а чем же мне заняться, а что же мне такого интересненького поделать. И когда у нас возникает неупорядоченное время, мозг нам автоматически что-то подкидывает. Берн говорит, что неупорядоченное время – это когда одна мысль уже ушла, а следующая еще не пришла. То есть это обозначает, что нам, ну, как бы нечем заняться. Но нам, по сути, никогда не бывает ничем заняться. Всегда мозг что-нибудь будет придумывать. Вот. И Берн говорит о том, что есть всего шесть типов упорядочивания времени. Первое – это деятельность. Второе – это ритуалы. Третье – это развлечения. Четвертое – это игры. Пятое – это самоуглубление или рефлексия. И шестое – это подлинная близость. Каждый из этих типов я раскрою в отдельном видео, чтобы вы могли поработать, может быть, тоже над собой. И я дам вам упражнение, в котором вы сможете понять, на что же вы тратите свое время. У многих из моих читателей возникает вопрос – времени совсем нету, ничего не успеваю, что же с этим делать. Да, на самом деле не бывает такого, что у нас нет времени. У нас у всех одинаковое количество времени. Но кто-то из нас тратит его на то, что он действительно хочет делать, на то, что он там запланировал или на то, что приносит ему какой-то продукт или удовольствие хотя бы. Другие тратят на что-то время, находясь в бессознательном состоянии, куда-то бегут и потом думают, блин, куда делось все мое время, я почему-то ничего не успеваю. Вообще, главный тезис книги Берна – это «Что случилось, то и цель». Тоже сниму по этому поводу отдельное видео. Это означает, что все, что происходит в вашей жизни, является вашей целью сознательно или бессознательно. То есть, если вы ничего не успеваете, это тоже является вашей целью. Это видео я снимаю в поддержку истории про сборку вот этого книжного шкафа. Смотрите его в информационном окошечке, там можете кликнуть и перейти на эту историю. После этого видео вам будет легче смотреть и понятнее, о чем я говорю. И посмотрев эту историю, вам будет понятнее, о чем я говорю вот в этом видео. Упорядочивайте свое время с пользой.